Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН. В свое время я снял обзор на ИС-5. Самый дешевый премиумный танк 8 уровня в этой игре. Почему самый дешевый? Можете узнать, посмотрев обзор конкретно на эту машинку. В конце видео сверху вот здесь вот появится ссылочка на видео. Можете зайти посмотреть, почему он самый дешевый, как он играется, какая у него там пуша. Ну в общем полный обзорчик по данному танчику. Ну и соответственно где его взять и сколько он стоит. Вы сможете узнать из этого видео. А сегодня мы с вами поговорим непосредственно о фарме. Почему так? Потому что ребята начали задавать вопросы в комментариях к этому видео. Ссылочку на которую я добавлю в конце. По поводу того, так сколько же он все-таки фармит, насколько выгодна данная машинка. И вот для того, чтобы не отвечать постоянно на вопрос в отношении фарма, хорошо ли фармит, плохо ли фармит данный аппарат, я решил заснять дополнительное видео. Просто выгнать эту машинку из ангара, сделать пару каточек, ну и соответственно показать конкретные результаты, которые будут по результатам боя. Что мы в принципе с вами сейчас и сделаем. Запрыгиваем в бой, ну и будем надеяться на то, что получится нормально на этой машине отыграть. В моих руках машинка лежит почему-то не сильно ровно. Может руки не сильно ровные, может машинка сама не сильно ровная. Но в любом случае, так или иначе, конкретно у меня, ну прям никогда не получалось классно отыгрывать на этой машине. Хотя ребята говорили и многие писали по поводу того, что в принципе машинка годная. Но давайте будем говорить откровенно, с учетом того, что она самая дешевая, то в принципе любой плюс, который вы от нее получаете, это уже в любом случае плюс. Если бы вы за нее отдали, допустим, там не знаю, 8-10 тысяч голды, понятное дело, что вы бы оценивали эту машинку немножко по-другому. Я же оцениваю эту машинку, ну так как оцениваю и не смотрю на вопрос того, сколько она стоила. Просто констатирую факт, что конкретно в моих руках машинка играется не очень. Я так и не смог понять, привыкнуть и осознать, каким образом на ней можно отыгрывать так, чтобы тебя не пробивали. В башню, да, окей, вопросов нет, от башни неплохо отыгрывает. Единственное, что у военной как бы не совсем те, которые позволяют прям вот совсем с любой горки высунуться сугубо башней стволом, ну и отбрасывать по противникам. Приходится все-таки и тушу свою поднимать на пригорок, ну а соответственно поднимая тушу туда наверх, вы отхватываете сразу бронелисты, которыми как ни становись, в любом случае тебя будут пробивать. То есть какой стороной ты не повернись, ты в любом случае хотя бы один из бронелистов подставляешь под углом в 90 градусов по отношению к своим соперникам. Вылазить на данной машинке на первую линию вообще как бы не вариант. Блин, ну хватит меня выталкивать, я туда не поеду, вот друг, не поеду, вот ты хочешь меня толкай, хочешь не толкай, едь, танкуй, пожалуйста. Короче говоря, ребят, вылазить на этой машинке на передок я бы не рекомендовал однозначно, потому что данная машинка, она просто не терпит вообще никаких ошибок с вашей стороны. И как только вы подставляетесь, вас начинают просто-таки разбирать как молодого, но и вы начинаете потихоньку, если не плакать, то по крайней мере всхлипывать от того, что происходит в бою. Ладно, я так понял, что в принципе Эмиль товарищ настойчивый, уж больно он хочет слиться и отправиться в ангар. Не совсем понимаю, что он сделал и зачем, то есть, ну вот, залез он туда на горку, отхватил, съехал назад, на этом все закончилось, лучше бы он туда изначально не залазил. Но это мое скромное мнение, может я не прав, может как-то там стратегию не совсем я пропусил. Ну и вот, пожалуйста, первый прилет, сразу на 400, залетело прям как с куста. Вот вам УВНы, да, то есть с УВНами тут немножечко бедовая ситуация. Не сильно-то особо я и поднялся куда-то, не сильно в большой холм, а в итоге опустить орудие вниз я так и не смог. Поэтому я и говорю, что отыгрывать от башни может на нем, конечно, и прикольно, но это еще надо попытаться сделать. Так, ну что, поехали дальше. Хотя хпшки осталось на плюху от любого из товарищей, которые остались. Ну то, что я говорил, смотрите, нос пробивается просто-таки на ура, соответственно, не хочется. Не хочется абсолютно этот нос совать куда-либо в бою, хочется находиться где-нибудь подальше. Ну и не совсем я тогда понимаю, в чем кайф игры тогда, если ты постоянно должен прятаться вместо того, чтобы нападать. Ну и, соответственно, что-то делать в бою. Так. Повезло нам, добрали. Добрали Шкоду. Не добрали бы Шкоду, наверное, Шкода добрала бы меня. Смотрим на результаты боя, победа, но я думаю, что результативности особой по урону мы никакой не дали. Соответственно, на большой какой-то честный фарм рассчитывать не стоит. По результатам боя 1250, ну 260, да, единиц урона и серебром 27000. Но давайте посмотрим на то, что у меня включен прем, да. И вот если мы будем смотреть без према, ребят, то без према всего 12200, а не 27 с копейками. Поэтому, ребят, поэтому, я бы сказал, что фарм за этот бой, как бы он практически никудышный. Я бы сказал, что он практически нулевой, потому что 12000 серебра, ну согласитесь, это как бы вообще ни о чем. Запрыгиваем еще в одну каточку и посмотрим, что мы сможем сделать в этой катке. Если нам повезет прожить дольше, ну я имею ввиду, вот как сейчас мы прожили, но при этом наносить урон, я думаю, что должен увеличиться, соответственно, и фарм. Но мои предположения, что в любом случае не больше 20-25 тысяч серебром за качественную хорошую победу мы вывезем на этой машине. Пока мы загрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас воспользоваться этим свободным временем на то, чтобы подписаться на канал в правом нижнем углу. Наведите мышь на желтый шильдик и в один клик вы станете постоянным зрителем моего канала. Для меня это самая большая благодарность с вашей стороны за мои старания, за мои труды. Я стараюсь ради вас, снимаю честные обзоры, никем не подкупленные и никем не проплаченные. Поэтому большое вам спасибо за благовременно, за оформление подписки на мой канал и интерес к моему контенту. Так, давайте будем говорить откровенно. На данной карте очень сложно играть этой машиной по одной простой причине. Потому что подвижности не хватает, чтобы перекинуться на точку А и быть незамеченным. Соответственно, будут разбирать куда-то вбок, пока будешь находиться на перекатке. Отыгрывать где-то от холмов с такими УВНами, ну как бы тоже не особо хороший вариант. Поэтому найти себя на карте, на этой, честно говоря, на машинке сложновато. Ну вот, как бы, блин, даже не успел свестись, а уже мне прилетело. Не совсем понимаю, правда, куда мне прилетело. Я вот реально сейчас не нахожу абсолютно в себе дополнительных каких-то отверстий, которые мне могли поставить. Но куда-то же мне все-таки прилетело. Ну, короче говоря, вот так начался бой. Ладно, не буду дожидаться полного сведения. Кидаю наугад. Повезло, что зашло и пробило. Потому что, в принципе, как вы видите, дождаться сведения данного орудия сложновато. Вот здесь косанул. Здесь косанул. Не знаю, я косанул. Или орудие косанутое немножко. Ну вот, без полного сведения, конечно, стрелять не фонтан этим орудием. Тут и с полным сведением-то не всегда фортит попасть туда, куда надо. А без полного сведения совсем печалька. Так, АМХ убежал, не захотел дальше отхватывать. Что там у нас по противникам? Противники все там скучковались. Ну, вот вам УВНы, которыми пользоваться, блин, очень сложно. И вот вам броня, которая, в принципе, и не броня-то совсем. Но, если сейчас ИСа доберем, то, в принципе, еще повоюем. Окей. Едем дальше. Ну, в принципе, бой предначертан. Вопросов нет. Вопрос только один. Что нам за этот бой дадут и что мы смогли сделать в этом бою? Опять-таки, я не насчитал большого количества шотов с пробитиями, с уроном. Поэтому сказать, что, ну, прям опять будет какой-то там существенный результат по бою, нет, не скажу. Останусь здесь на точке. Ехать туда, как бы, смысла никакого нет. В любом случае, доберу. Да и я не сильно подвижная машина для того, чтобы туда передвигаться. Давайте смотреть на результаты боя. По результатам боя... По результатам боя. Давай быстрее. Ну, пожалуйста. Блин, как я не люблю вот эти вот затянутые моменты. До обновления, пока вот этой всей глобуды не было, было гораздо приятнее и интереснее. Знак классности третьей степени. Вообще непонятно за что. Наверное, потому что на машине никто не играет. И, соответственно, планка там, ну, на уровне плинтуса находится. 1550 единиц урона. Одного товарища мы вальнули. В результативности команды мы вообще, короче, там особо нигде. И 38 тысяч серебром. Но опять-таки, ребят, опускаемся. Смотрим без према 22 тысячи. Ну, это то, что я говорил, что, в принципе, хорошо даже отыгрывая больше 25-27 кусков серебра, ну, как правило, вы не будете вывозить. Это должен быть, ну, прям такой какой-то бой. Ну, не знаю, бешеный, да, там, с несколькими фрагами, с хотя бы 3К урона. Хотя очень сложно на этой машине сделать 3К урона. Вот, ну, вот, серьезно. Разве что найти какого-нибудь товарища спящего и начать его раздамаживать в корму. Тогда да, тогда настреляешь. А так, в целом, вот в реальном бою, в котором противники сопротивляются, двигаются и прячутся, ну, как бы набить 3 косаря урона на данной машине, это прям, ну, не знаю, героизм какой-то, да, выходящий за рамки обыденного. Короче говоря, ребят, я надеюсь, что я ответил на вопрос по поводу того, как фармит данная машина. Я бы сказал, что, как для танчика, который является самым дешевым, она, безусловно, фармит. Но, как для танчика премиумного и сравнивая с другими прем-танками тяжелыми, она практически не фармит. Ну, вот, мое скромное субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях. Я буду вам благодарен. Эта информация будет полезна для тех, кто будет читать комменты и смотреть видео для понимания возможностей данной машины. Ну, и, соответственно, стоит ли им ее покупать. Хотя, когда вы узнаете вот здесь вот по ссылочке, сколько стоит эта машина и как ее приобрести, я думаю, что вопрос фарма отойдет на второй план. На первый план отойдет жажда... Простите, на первый план отойдет жажда купить машинку, ну, практически, можно сказать, как для восьмерки, за бесплатно. Ну, вот и все. Это был обзор фарма на ИС-5. Благодарен вам за просмотр. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно-таки благодарен за поддержку моего канала. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Продолжение следует...